Их называют «царскими птицами» или «птицами утренней зари». Приняя из Индии, Ирана, Китая, они словно рисуют караванные пути Великого Шёлкового Пути, смыкающиеся в самом центре Евразии. Великий Шёлковый Путь, история которого берёт начало со II века до н.э. и продолжается до конца XVII века уже н.э., столетиями поддерживал культурные, духовные, политические и экономические связи всего Евразийского континента. В годы своего активного функционирования Шёлковый Путь через степи Дешта-Кипчака доходил на западе до Рима, а на востоке — до торговых портов Японии. Развитие Шёлкового Пути и обращение первых бумажных денег получили свой расцвет в эпоху Великих Тюркских Каганатов, а позже — в эпоху Чингисхана, который контролировал практически все направления вдоль Шёлкового Пути. В XV веке султаны Кирей и Женебек основали ханство Степных Казахов, ставшее ключевым государством на Великом Шёлковом Пути. С бурным развитием торговли в начале XX века в качестве средства обращения получили первое распространение акций, существующих на тот момент производственных горнорудных компаний. Так, в 1903 году англичане Артур и Нельсон Фелл открыли головной офис Спасского медного рудника в городе Акмолинск. И уже 17 февраля 1914 года акции Спасского медного рудника были размещены на лондонской бирже металлов в сумме 1 миллион 250 тысяч фунтов стерлингов. Это было историческим событием, превращавшим Акмолинск в финансовый центр дореволюционного Казахстана. Однако дальнейшие события оставили свой отпечаток в истории нашей страны. И только спустя многие годы, с момента создания независимого государства и выпуска в обращение национальной валюты тенге, Казахстан начал создавать свою экономическую модель для роста благосостояния граждан и интеграции в мировую экономику как равноправного участника международных процессов. Сегодня Казахстан — это государство, которое получило международные признания всего мирового сообщества. Будучи локомотивом региональной интеграции, наша страна активно участвует в возрождении нового шелкового пути в рамках китайской инициативы «Поис и путь» способна усилить тесные экономические и торговые связи всего региона. Проведение международной выставки «Астана-Экспо-2017» стало для нашей страны своего рода заявкой на дальнейшее инновационное и технологическое развитие с учетом глобальных тенденций современного мира. На основе международных стандартов создан Международный финансовый центр «Астана». Независимое правосудие, высокотехнологичная биржа, высококвалифицированный человеческий капитал повысят авторитет центра, выступят основой доверия со стороны иностранных инвесторов и откроют широкие возможности для развития прочных экономических и финансовых связей. Сегодня мы становимся свидетелями начала новой эпохи в истории нашей страны, когда «Астана» станет финансовыми воротами нового шелкового пути. Данил Ерген, доктор, дар. Президент Тұрсултан Назарбаев, сіздердің аса мәртебелі президент. Президент Тұрсултан Назарбаев Президент Тұрсултан Назарбаев Президент Тұрсултан Назарбаев, сіздердің аса мәртебелі президент. Продолжение следует... 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 С общим объемом активов 34 миллиардов долларов и эти цифры будут расти. Мы планируем вывести на IPO акции крупных горнорудных, нефтегазовых, транспортных, информационно-коммуникационных и других национальных компаний нашей страны. Исламские зеленые финансы также станут важным направлением развития МФЦА. В этом году на его площадке мы планируем выпустить исламские ценные бумаги в СУКУК. Ведется работа по выпуску зеленых облигаций под инфраструктурные, инвестиционные и экологические проекты. Одна из важных сфер деятельности МФЦА – это создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий. Будет функцировать регулярная песочница, позволяющая тестировать новые финтех-продукты с обеспечением в регулярном режиме. Развитие рынков капиталов, управление благосостоянием частных лиц также являются приоритетами МФЦА. Центр станет главной проектной фабрикой для всей страны. Здесь будут структироваться сделки для финансирования проектов в ключевых секторах нашей экономики. В целом, работа МФЦА подвергана лучшими условиями жизни для его участников, инфраструктурой, безопасностью и удобным месторасположением. Символично, что презентация центра происходит в дни 20-летий нашей прекрасной столицы гордостью всех казахстанцев. Сегодня Астана стала признанным центром евразийского пространства международного взаимопонимания по самым актуальным вопросам современности. Здесь динамично развивается бизнес, функционирует свыше 100 тысяч субъектов предпринимательства. Реализуется концепция умного города по созданию технологической и максимально комфортной жизненной среды. Она ориентирована на модернизацию развития транспортной инфраструктуры, систем безопасности, социальной защиты, образования и здравоохранения. Удобные условия участникам МФЦА и их семьям также создан экспорт-центр. Он обеспечивается централизованный доступ к визово-миграционным налоговым услугам, а также сервисам Центра обслуживания населения административной полиции. Здесь открывается представительство ведущих мировых финансовых институтов. Все это позволяет обеспечить эффективную деятельность МФЦА. Пользуясь случаем, хочу пригласить иностранный отечественный бизнес участвовать в работе МФЦА «Астана». Я искренне благодарен всем присутствующим здесь партнерам за активную поддержку деятельности, участие в нашем проекте. Надеюсь, что взаимовыгодное сотрудничество будет только укрепляться. Астана должна стать главным финансовым хабам региона, а в перспективе Вайтиев число ведущих финансовых центров Ажии. Прометодосты, Казахстанды көркету, және еліміздің стратегиялық мақсатына жету жолында ауқымда жұмыстар атқарылуда. Экономиканы индустриантыру, альтараптандыру белсенді жүргізлуде. Мемлекеттің үшінші жаңғыру бастамасын цифрландыру бақытаныпсын жүзеге асырылда. Осы арайда Астана қалқаралық қаржу орталығы, негізгер рефоламыны мен өзгөрістердің маңызды бұғыны олып санылады. Оның қызметіне сәттілік тілемін. Бас қаламыздың жүрмазылдық мерит ойы құтты болсын. Баршаларыңызға зор ден саулық, табыс тілемін болшақты. Назарларыңызға рахмет. Назарбаев, сіздің сөзіңізге рахмет. Және, ақы қоға деген көз қарасыңызды білдірдіз. Көп-көп рахмет. Сізді осы салтанатты рәсімді құсау кесерді ашқаныңыз үшін рахмет. Сізді осы салтанатты рәсімді құсау кесерді ашқаныңызды білдірді. 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 Сонмен қатар, сізді Астананың жермар жылдық мерейтойымен құттықтаймын сіздерді. Бүгін Қазақстан үшін ұл үлкен алаңға айналып отыр платформаға. Бұл инвестицияларды тарту орталығына айналады. Бұл кезде заманауи инфрақұрылымы және керемет заңнамасы мен Астана үлкен инновациялық жаңашылдықтарды тартатын қапқа айналайын деп отыр. Лагард айтып отырған Лагардтың сөзі бойынша бұған өте көп уақыт керек, бірақ сіздердің командарларыңыз өте үлкен және мұқты. Сондықтан да осы барлық шешімдерді, шешімдер оң жолын табады деп, сенім білдіреді. Ұнтымақтастықты білдіреді. Даму институттарының бірі осы Ахиконы құруды құруға идее берген бірде бір өкілдердің бірі бұл Европалық қайта құру және Даму банкіның президенті және осы Ахиконы басқару мүшесі сам Чакрабартиға сөз берледі. Қазақстан республикасының өкіметінің қол жеткізген жетістіктерін көріп отырмыз. Және Астана Қалғаралық қаржу орталығының құрылуы өте бір маңызды шара болып табылады. Және біздің банкымыз осы Астана Қалғаралық қаржу орталығының қолындағы басы серптес болып табыламыз. Өзі әрі түсіністік жөніндегі меморандумға 2016-шыл қол қойылған бұлатын. Және біз жасыл қаржыландыруды осы Ахико шенберінде жүргізуді сікек қостық. Және Ахиконың дамуы жалпылама осы реформалардың дамуына өлесің қосады, және орталық, отандық, және шетелдік инвестициялардың елдің дамуына сүбелі өлесің қосады, және корпоративті басқару жасыл инновацияларды дамытатын болады. Ахико аумағы ағылшын құқығымен реттелінеді, және қалғаралық арбитраж бар, бұл сол ел үшінде өнір үшінде өте маңызды, және орталық үрі компанияларды жеке шелендіру бойынша жұмыстарды жүргізереді, бұлда елдегі жүргізді жатқан реформалар болып табылады, және Ахико осы бір белде бір жол жобасы бойынша қаржылық хапқа айналуына мүмкіндіг бар, осы арықылы үрі ауқымды инфрақұрылымдық жобаларды тартуға болады, және Ахико оны дамыту бәсекеге қабілетті, тиімді және ашық, нақты қамтамасы етуге мүмкіндік береттеген ойдамын, және Еуропа қайта құру және даму банкі екі мекеме арасындағы осы серіктестікті, сонымен қатар башылықтың әрғарай жұмысына өзінді қолдау білдіреді, ж� және бүгін Ахико ресми өзің жұмысын басталған кезде елімізге және біздің достарымызға үлкен табыз түлейміз. Ахико-ның мақсаттарының бірі орталық қаржыландыру орталығына айналу мақсаты үлкен қаб қайналу. Сондықтан да, қазіргі келес сөз Исламдаму банкі тоғының президенті, доктор Бандар Хаджарға береді. Ахико-ның мақсатын Продолжение следует... 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 Это не простая работа, это требует серьезных денег, денег, вертик и коммитмента. Давайте посмотрим, как идеи становятся в реальность. Вы дифференцируете Казахстан, включаете его в достаточно маленький список стран, которые интегрировали в свои практики современные направления развития. Я надеюсь, что мы работаем с вами, как вы создаете, как мы создадим ее работу для технологий. Согласны ли выводы на его компаниям? В качестве эффективности облигации, которые должны быть эффективными институтами, экономических технологий. В основном, мы создадим энергию основным источникам энергии. Конкурентоспособность экономики зависит от оперативности внедрения новейших производственных и финансовых технологий и инструментов. В Казахстане создается международный финансовый центр «Астана» – будущий региональный финансовый класс. Создан международный финансовый центр «Астана» с английским правом независимым судом здесь на месте «Экспо-2017». Он уже открыт. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас на официальную презентацию этого центра, который состоится 5 июля текущего года. Продолжение следует... 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 Должны, во-первых, проснуться и просыпаться. Господин президент, вы всегда были проснувшимся, и поэтому ваши действия и нас разбудили, и наделили нас энтузиазмом. Сегодня я уверен и убежден, что создание Международного финансового центра «Астана» также будет аналогичным трансформационным решением инициативой. Путь к успеху, конечно же, будет сопряжен с проблемами, но, как и ранее, реальная выгода и долгосрочный потенциал будет виден только со временем. И, конечно же, я уверен, что конечный результат будет чрезвычайным. Казахстан и его народ смогли предосхитить скептиков, и они смогли выдать результат, который превзошел даже самые радужные ожидания. Как член управляющего совета Совета управления МФЦА, для меня является привилегией воочию следить за развитием центра с его основания до сегодняшнего дня. Когда мы официально открываем МФЦА с самых ранних дней, уважаемый господин президент, для меня было четко видно и понятно, что несколько моментов было выделено как критически важные факторы успеха для создаваемого финансового центра. В особенности, во-первых, это доверие и прозрачность. Во-вторых, адаптабильные, но также и мудрое регулирование. Третье, готовность работать с новыми появляющимися технологиями. Меня выдушевляет тот факт, что управляющая команда МФЦА полностью понимает важность данных принципов в реализации стратегической цели создания необходимой инфраструктуры в рекордное время для данного центра, что является беспрецедентным в недавней истории международных финансов. От имени МФЦА хотелось бы вас заверить, уважаемый господин президент, в нашей беспримерной поддержке и приверженности успеху данной инициативы. Сегодня, наверное, сегодняшний день отличается от того, что было 20 лет назад. Тогда, 20 лет назад, физический капитал управлял миром. Сегодня идеи и человеческий капитал – это то, что выходит во главу угла. Поэтому мне импонирует магнитуда изменений, концепций и дискуссий, которые в настоящее время имеют место быть вокруг МФЦА, но также и которые происходят среди людей, которые реализуют данную важную инициативу. Уважаемый господин президент, на этом мне хотелось бы еще раз вам пожелать самого хорошего здоровья, всяческих успехов в вашей стране, которая уже стала для меня вторым домом, для меня лично, я думаю, что и для многих других международных институтов и личностей. Поэтому поздравления Великой стране Казахстану, поздравления Астане и поздравления Международному финансовому центру Астана. Большое спасибо. Большое спасибо, Джейкоб, за ваше очень интересное выступление. В течение многих лет Международный финансовый центр Астана был концептуальным проектом, но сегодня мы уже все понимаем и признаем, что настала пора реализации. МФЦА становится реальностью. Поэтому теперь, для того, чтобы отразить этот момент, мне хотелось бы передать слово господину Хансу Полю Брукнеру, председателю управления Boston Consulting Group. Уважаемый господин президент, дамы и госполя, для меня большая честь находиться вместе с вами сегодня в этом зале по этому историческому важному событию, открытию Международного финансового центра Астана. Несколько лет назад Boston Consulting Group у нас была привилегия работать вместе с вами и вашей командой по созданию идеи МФЦА. И в настоящее время эта идея стала реальной вехой в развитии Казахстана, в развитии Астаны и, конечно же, в развитии финансовых рынков в этом регионе. Для нас в то время было очевидно, и мы всегда об этом говорили, что потребуются очень смелые шаги для того, чтобы создать действительно Международный финансовый центр. И как вы уже слышали из предыдущих выступлений, из выступления президента, из видеообращений, я думаю, что многие из этих шагов, они были беспрецедентными. Например, применение английского права, использование английского языка в качестве официального операционного языка, обеспечение независимости правовой системы для защиты интересов инвесторов, развитие рынков капитала здесь, в Казахстане, предоставление налоговых преференций и привилегий, и также создание режима одного окна для будущих резидентов. Все это действительно были большие проблемы. И вы, господин президент, вы предприняли решительные, кардинальные шаги для того, чтобы все это воплотить в реальность. Для этого потребовалось внесение изменений в Конституцию, создание высокоэффективной команды, создание условий для новых продуктов и сервисов. 19 мая 2015 года был подписан указ о создании МФЦА. И затем в сентябре в Нью-Йорке, я помню это совещание очень хорошо, вы создали тогда группу, которую вы тогда называли группу 10 триллионов инвесторов. И в настоящее время у нас уже есть заложена основа для финансового центра. Создана хорошая нормативно-регуляторная база, арбитражный суд, план национальной приватизации, и, конечно же, запуск биржи МФЦА в сотрудничестве с Шанхайской фондовой биржей и NASDAQ. Высокомотивированная команда людей, которые будут продолжать работать над МФЦА, углублять, расширять его деятельность. И также было принято очень грамотное решение по повторному использованию объектов ЭКСПО для целей МФЦА. МФЦА будет еще одним ускорителем для экономического роста Казахстана, для того, чтобы использовать потенциал нового шелкового пути и позиционировать Казахстан в качестве основного регионального финансового центра. Хотелось бы также отметить, уважаемый господин президент, и программу IPO, и национальную программу приватизации национальных компаний, которые запланированы на ближайшее будущее. Это даст огромный толчок вперед для развития рынка капитала в Казахстане, но также плечет и международных инвесторов, и послужит хорошей основой для обеспечения общего экономического роста и развития. Те страны, которые смогли у себя обеспечить рост финансовых секторов, смогли быстрее развиваться на 1 или 2% по сравнению с теми странами, у которых нет финансовых центров. И поэтому даже помимо четырех основных столпов МФЦА, рынка капитала, управления активами, исламское финансирование и частным банкингом для богатых людей, есть еще и новые направления деятельности МФЦА, это финтек и зеленое финансирование. Это очень интересное время, с которым мы сейчас живем и находимся. И Казахстан вот этим сильным толчком для развития финансовых рынков, я думаю, что он будет играть еще более важную и значимую роль в этой работе. Бостон Консалтинг Групп гордится тем, что мы смогли оказать поддержку и внести свой вклад в развитие проведения данной работы. Хотелось бы также поблагодарить МФЦА за отличное проведение финансовых дней Астаны, свидетельствами, чего мы явились в последние два дня. Уважаемый господин президент, сердечные, самые сердечные поздравления по этому знаковому достижению. Многие говорят о создании финансовых центров, но лишь немногим удалось такие финансовые центры создать и в такие рекордно короткие сроки. Поэтому хотелось бы также поздравить вас и народ Казахстана с 20-летием Астаны. Большое спасибо и всяческих успехов. Мы подходим к очень важному моменту. Мне хотелось бы теперь также и отметить приверженность, направленную деятельность, тяжелую кропотливую работу и пассионарность нашего следующего выступающего, который несколько последних лет потратил на то, чтобы трансформировать идею МФЦА в конкретную реальность. Поэтому хотелось бы пригласить к трибуне управляющего МФЦА господина Кайрата Килимбетова. Глубоко уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, для меня сегодня большая честь поздравить всех нас с приближающимся 20-летием столицы Казахстана и с началом работы МФЦА «Астана». Три года – это короткий срок для создания МФЦА, если сравнивать с другими центрами. Но сегодня, во времена Четвертой индустриальной революции, счет идет не на годы, счет идет на месяцы. Поэтому я хотел бы в очередной раз отметить феноменальные качества нашего лидера, подмечать последние тренды в мировой экономике, понимать необходимость преобразования и последовательно рассчитывая риски реализовывать программу реформ. Так было и с МФЦА «Астана». В конце 2015 года глава государства встретился с капитанами бизнеса в Нью-Йорке и в Лондоне и пригласил их к работе в МФЦА «Астана» на базе физической инфраструктуры ЭКСПО. Как правило, новые идеи встречают скептическую оценку большинства. Так было и с переносом столицы 20 лет назад, так было перед проведением выставки. Но, тем не менее, мы сегодня видим ошеломительный успех нового мегаполиса города Астаны. Мы видели ошеломительный успех проведения выставки ЭКСПО-2017. И сегодня на базе вот этой 20-летней истории открывается новая страничка в развитии нашей столицы. Международный финансовый центр «Астана» состоит из нескольких органов. Как было отмечено, это и финансовый регулятор, арбитражный центр, суд МФЦА, куда глава государства пригласил людей, имеющих десятки лет опыта в последующих юрисдикциях. Очень важно не терять этого темпа, поэтому некоторые экономисты сравнили реформы в Казахстане с преодолением звукового барьера. И сегодня, набрав сверхзвуковые скорости, уже мы развиваем МФЦА «Астана». Глава государства сделал переход через звуковой барьер, были внесены изменения в Конституцию, принят специальный конституционный закон. И лично глава государства занимается продвижением финансового центра за рубежом. Только в этом году, в рамках своего официального визита в Соединенные Штаты Америки, на встрече с капитанами бизнеса в Нью-Йорке, при праздновании наурыза, на встрече с лидерами и главами государств Центральной Азии, в рамках встречи глав государств Евразийского экономического союза, а также в рамках встречи с главами государств Шанхайской организации сотрудничества и встречи с президентом Китая, было подчеркнуто, что МФЦА в Астане может быть региональным хабом для Центральной Азии, для Евразийского экономического союза и, конечно, в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 20 лет истории Астаны показали, что мы можем добиться выдающихся результатов под руководством мудрого лидера, и я считаю, что следующие 20 лет амбициозная задача стать международным финансовым центром, и эта задача нам по плечу. Спасибо большое за внимание. Должны все выразить нашу глубокую благодарность господину Келембетову. Спасибо большое за ваши слова. Нужно отметить, что одной из существенных характеристик МФЦА это его структура. В МФЦА уже созданы такие органы, как суд, регулятор, биржа, экспоцентр и арбитражный суд. Нужно сказать, что все это является очень впечатляющим и для нас, и для моей компании, которые предоставляют различные финансовые услуги по всему миру. Давайте ближе посмотрим на различные рынки. Астана. Здесь, в самом центре Евразии, открылся международный финансовый центр «Астана», новая эффективная платформа для инвестиций и развития. Сердцем МФЦА станет новая биржа «Биржа МФЦА». Инвестиционная платформа для отечественных и международных инвесторов в Казахстане и регионе. Биржа обеспечит доступ к капиталу в соответствии с лучшей мировой практикой. Вот мы научим сейчас казахстанцев то же самое – вкладывать деньги в акции, следить, как работают компании, получать дивиденды и богатеть на этом деле. Для обеспечения прозрачности и эффективности финансовых рынков и защиты интересов инвесторов, МФЦА была создана в особой юрисдикции, основанной на общем праве. Независимым регулятором биржи МФЦА и участников рынка выступит Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг, созданный по образцу авторитетных международных финансовых центров. Стратегическими партнерами биржи МФЦА стали NASDAQ и Шанхайская фондовая биржа, ведущие биржи мира, которые помогут обеспечить ликвидность фондового рынка. Соглашение между биржей МФЦА и Шанхайской фондовой биржей открывает доступ к инвестиционному капиталу крупнейшей страны мира – Китая. Сотрудничество с Шанхайской биржей включает в себя совместную деятельность в рамках инициативы «Экономический пояс шелкового пути». NASDAQ предоставляет бирже МФЦА самые современные трейдинговые технологии, что открывает перед биржей МФЦА огромные функциональные возможности по обеспечению связи с участниками международного рынка капитала, потенциал для роста действительно огромен. Биржа МФЦА обеспечит доступ к IPO национальных компаний в рамках приватизации государственных активов, а также доступ к государственным и корпоративным ценным бумагам, выпущенным в Казахстане. В планах биржи МФЦА обеспечить предложение широкого спектра различных классов активов, включая акции, облигации, деривативы, фонды и продукты исламского финансирования. Чтобы сделать Казахстан максимально привлекательным для иностранных инвесторов, МФЦА предлагает целый комплекс льгот и преференций для обеспечения притока капитала. Страна Великой Степи станет ключевым игроком в перераспределении глобального капитала. Биржа МФЦА будет играть ведущую роль в становлении Астаны финансовым хабом для Центральной Азии, Евразийского экономического союза и Китая. Биржа МФЦА – это новое направление на инвестиционной карте мира. Международный финансовый центр Астана. Добро пожаловать! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы собрались здесь сегодня, здесь, на том месте, где в прошлом году проходила Экспо 2017. Поэтому сейчас мы хотели бы показать видеообращение большого друга президента Нурсултана Назарбаева, господина Винцента Гонсалеса Лассерталеса, генерального секретаря БВ. Я хочу поздравить президента Республики Казахстан с официальным открытием Международного финансового центра Астаны. Этот центр является исключительным наследием Международной специализированной выставки Экспо 2017. Важным аспектом для Международного бюро выставок является то, что при проектировании и возведении выставки Экспо учитываются не только потребности принимающего города, но также и долгосрочные перспективы развития страны. Случай выставки Экспо 2017 наглядно воплотил в жизни эту идеологию МБВ. Территория превратилась в органичное и естественное продолжение города. В результате построен новый район площадью в 174 гектара вблизи с Назарбаев университетом сформировался новый культурный, научный и деловой центр города. Создание Международного финансового центра Астана на территории Экспо служит ярким примером дальновидной стратегии развития страны. Успех и наследие выставки Экспо 2017 – это передовая практика для последующих специализирующих выставок. С момента, как Казахстан представил свою кандидатуру на проведение Экспо 2017, МБВ имела уникальную возможность наблюдать, ощущать и принимать участие в трансформации Астаны. Выставка способствовала превращению Астаны в глобальный центр энергетических инноваций и технологического прогресса, а также в ведущий финансовый, экономический и деловой центр. Экспо 2017, на которой обсуждалась глобально важная тема энергии будущего, являлась ключевым компонентом концепции президента Назарбаева использовать Экспо в качестве катализатора трансформации и продвижения этой молодой и динамически развивающейся столицы. В павильонах, где прошлым летом приветствовали гостей со всего мира, теперь будет процветать Международный финансовый центр Астана. В этом духе инноваций, межкультурного диалога и сотрудничества МФЦА будет расширяться и будет объединять специалистов и искать пути решения глобальных вопросов. Еще одним ключевым достижением центра и президента Назарбаева заключается то, что центр будет позиционироваться как глобальный хаб инновационных и устойчивых финансовых решений для всеобщего развития. Я хочу поздравить всех тех, кто работает над этим проектом и желаю всем больших успехов. Спасибо. Решение Фонда Шелкового Пути стать стратегическим партнером биржи МФЦА являлось очень важным шагом и существенной вехой. Сейчас я хочу предоставить слово президенту Фонда Шелкового Пути, господину Вану Янджи. Ваше Превосходительство, президент Назарбаев, уважаемые дамы и господа, сегодня очень важный день. Сегодня мы празднуем 20-летие самой молодой столицы мира. И у меня замечательная возможность наблюдать за открытием Международного финансового центра Астана наряду с друзьями по всему миру. От лица Фонда Шелкового Пути я хотел бы выразить мои чистосердечные поздравления, его превосходительству, президенту Назарбаеву и моим друзьям из Казахстана, которые подготовили данное мероприятие. Нужно отметить существенные достижения в экономическом развитии Казахстана, начиная с момента получения независимости 27 лет назад. Сейчас Астана, являясь современным городом с уникальным шармом Центральной Азии, является воплощением всех желаний и надежд. Астана также является тем местом, где президент Китая, господин Кси Кинпин, впервые озвучил инициативу «Один пояс, один путь». Нужно сказать, что обе страны рады отмечать основание МФЦА, которое будет лишь повышать и укреплять сотрудничество с Фондом Шелкового Пути. Фонд Шелкового Пути совершенно недавно подписал договор с МФЦА и с ее новой биржей. И для нас в большой честь является быть четвертым акционером данной биржи. Открытие Международного финансового центра означает динамическое развитие экономической и финансовой системы страны. Это также является и будущим двигателем сокращения пробелов в развитии региональных финансовых центров, а также будет направлено на достижение инновационного развития. Мы рады видеть, что биржа МФЦА, которая является наиболее важной инфраструктурой нового финансового центра, сейчас официально запускается. Нужно сказать, что Шелковый Путь и его фонд являются искренними поддержателями данной инициативы. Сотрудничество между фондом Шелкового Пути и биржей МФЦА имеет чрезвычайную важность. Это первая инвестиция, которая была сделана фондом Шелкового Пути в данную инициативу. Мы верим, что сотрудничество между фондом Шелкового Пути и МФЦА, а также биржей МФЦА будет вносить свой вклад в реализацию экономической политики Казахстана Нур-Лыжоу. Мы также хотим подчеркнуть важность, которая представляет собой данное сотрудничество для обеих стран. Мы надеемся, что обе стороны воспользуются данной возможностью для создания более глубокого, более сильного сотрудничества и воспользуются всеми конкурентоспособными преимуществами. И на этом я хочу пожелать МФЦА всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо большое, господин Ванг, за ваше выступление, а также за стратегическое сотрудничество фонда Шелкового Пути и МФЦА. Мы сейчас переходим к финальной части, можно сказать, к кульминации нашего мероприятия. На сегодняшний день участниками МФЦА стали более 50 компаний в сфере инвестиционно-финансовой деятельности. В ближайшее время к ним привязывается еще большее количество участников. Сейчас суд МФЦА уже открыт, и МФЦА имеет всю необходимую структуру для того, чтобы стать одним из мировых финансовых центров. МФЦА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Представители первых 50 компаний, которые зарегистрировались в МФЦА, пожалуйста, представители компании, выходите на сцену. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мне хотелось бы предоставить слово председателю управления биржи МФЦА, господину Тиму Беннету. Ваше председательство, уважаемый президент Назарбаев, уважаемые гости. Для меня привилегия и большая честь находиться здесь для того, чтобы запустить биржу МФЦА. Работая во многих развитых и развивающихся странах мира, я всегда вижу и отмечаю те преимущества, которые может привести к глубокий ликвидный финансовый рынок для стран и экономика, сокращая финансовые сдержки и ускоряя экономический рост. С удовлетворением отмечаю, что основа была заложена вашим решением, господин президент, и тяжелой работой всех людей, которые теперь реабилитируют успех, который отмечается в других странах мира. В особенности, что это касается приватизации и регуляторной среды режима, в котором мы работаем. И биржа МФЦА, как одна из основных частей МФЦА, наша задача тройная. Во-первых, создать необходимый набор продуктов для того, чтобы помочь инвесторам инвестировать в Казахстане и в регионе. Создать необходимую экосистему, которая будет завязана на глобальной финансовой рынке. И, наконец, привлечь интерес, доверие, спрос и, в конце концов, ликвидность инвесторов и привлечь все это в Казахстан. Вместе с нашими партнерами, Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ, и теперь с фондом «Шелкового пути» у нас есть технологическая платформа мирового класса, которая завязана со самыми ликвидными и развитыми фондовыми платформами во всем мире, и также с преференциальным доступом к реализации инициативы «Один путь, один пояс». С вашей поддержкой, с работой команды МФЦА, мы готовы обеспечить в Казахстане намного более ликвидный и развитый финансовый рынок в Казахстане для пользы всей страны и ее экономики. Спасибо, господин Беннетт. Я хотел бы теперь передать слово господину Сэнди Фруччеру, заместителю председателя NASDAQ. Ваше председательство, хотелось бы поблагодарить вас, уважаемый господин президент, для ваше видение. За то смелое решение и за умелость и разумность, которые были приложены для создания биржи МФЦА. Потребовалась, конечно, огромная команда во главе с управляющими, со всеми другими людьми, с кем мы здесь работали. Для нас огромное удовольствие. Я вас могу заверить, что NASDAQ будет с вами оставаться на всем протяжении этого пути. Это отвержение. Хотелось бы обратиться к международным банкам и представителям бизнеса общества здесь. Доверяйте этому институту. Приносите свою ликвидность, свои продукты и свою деятельность сюда, на этот рынок. Это будет для вас огромная возможность. Спасибо. Хотелось теперь предоставить слово господину Апан Сюсяню, председателю наблюдательного совета Шанхайской фондовой биржи. Уважаемые дамы и господа, уважаемый господин президент, мы очень рады приехать, также участвовать в этом огромном мероприятии. Казахстан и Китай являются хорошими соседями. Именно в этот день мы очень рады, а также имеем очень большую честь сотрудничать с Международным финансовым центром Астаны. Также мы будем участвовать и предлагать все усилия для больших успехов. Здесь я хочу от имени правительства биржи Шанхая поздравить вас с 20-летием постановления Международного центра Астаны. Также мы поздравляем, также желаем больших успехов и блестящих успехов. Спасибо. Для запуска биржи Международного финансового центра Астана на сцену приглашается президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...